3 или 6 приемов пищи в день Исследования не поддерживают идею, что более частый прием пищи разжигает метаболическую печь Есть подтверждение, что более частый прием пищи увеличивает синдез белка Но это было доказано лишь для случаев очень низкого потребления протеина Наилучшим решением является самому экспериментировать с частотой приема пищи И смотреть какой вариант является наилучшим для вас В первую очередь выбирайте такой режим питания, который подходит под ваш стиль жизни Вы слышали утверждение, что более частые и маленькие приемы пищи это ключ к тому, чтобы стать накаченным Это ускоряет метаболизм, утоляет чувство голода и способствует лучшему контролю уровня глюкозы Ключевым составляющим при композиции тела По крайней мере это то, во что вас заставляют верить знания, полученные в тренажерном зале Есть ли доказательства, поддерживающие практику распределения приемов пищи в течение дня? Давайте посмотрим на исследования Сторонники более частых приемов пищи утверждают, что это помогает им разжечь метаболическую печь Их организма Это утверждение базируется на теории, которая заставляет тело сохранять достаточной энергии Чтобы выжить в следующие периоды голоданий То есть, если вы употребляете пищу в течение нескольких часов, то ваше тело переходит в режим голодания И ответной реакцией организма является уменьшение энергопотребления По сути, организм замедляет уровень метаболического обмена, чтобы сохранять больше энергии В то время, как на слух это звучит довольно логично, в плане доказательств все довольно скудно Лебланг нашел, что давая собакам пищу четырьмя маленькими порциями, отдача в области термогенеза увеличилась по сравнению с кормлением одной большой порции Последующее исследование на людях показало, что и люди тоже увеличивают термогенез при более частом питании С другой стороны, много других исследований не смогли добиться результатов, показывающих хоть какие-то ощутимые эффекты в затратах энергии при более частом питании Доказательная база просто не подтверждает никакого увеличения метаболизма Как результат распределения макронутриентов в большее количество приемов пищи Простая логика протестует против какого-либо эффекта, связанного с частым питанием или термогенезом Термогенические изменения от более частого приема пищи обычно называют термическим эффектом еды Говоря простыми словами, это энергия, истраченная как тепло, выделенная в результате энергозатрат на прием пищи Разные макронутриенты имеют разный термоэффект Для переработки протеина требуется больше энергии, для переработки жира меньше Средний ТЭФ для среднего блюда, состоящего из разных продуктов, примерно равен 10% от полученных калорий Лежа в уме этот показатель, давайте посмотрим на то, как распределяется термоэффект для питания в 2400 калорий в день Если вы едите 3 раза в день по 800 калорий, то ТЭФ для каждого приема пищи будет равен 80 Умножая на количество приемов пищи в день 3, мы получим дневной ТЭФ равный 240 Теперь давайте возьмем пример, в котором вы едите те же самые 2400 калорий в день, но распределяете эти калории на 6 приемов пищи Простейшие арифметические действия приводят нас опять к цифре 240 калорий для уровня дневного ТЭФ Если количество макронутриентов в обоих случаях было одинаковым, то не будет никакой разницы в термогенезе Простейшая математика подтверждает это Приверженцы более частого питания часто приводят доводы в пользу того, что это помогает им контролировать аппетит и чувство голода Исследовано и задокументировано, что управление весом зависит от энергобаланса, получая больше калорий, чем тратим И мы набираем вес, создавая дефицит калорий, мы теряем вес Предположительно, что тенденция по отношению к гипогликемии, низкий уровень сахара в крови, периодов после приема пищи связана с непериодичным питанием В попытке восстановить уровень сахара в крови, ваше тело сигнализирует гипоталамусу, что нуждается в пище, особенно в простых углеводах Вы испытываете муки, голоды и в итоге едите больше, чем нужно, особенно продуктов, содержащих сахар Это порождает замкнутый цикл переедания и неконтролируемой секреции инсулина, прямую дорогу к нежелательному набору веса Так или иначе, научные исследования не подтверждают выше приведенные выводы В то время, как очень мало, исследований показали, что испытуемые не испытывали большого голода, когда дневной рацион был разбит на много небольших приемов пищи Остальные исследования не выявили зависимости между показателями аппетита и голода, в зависимости от частоты приема пищи В действительности, некоторые исследования показали, что три приема пищи по сравнению с шестью способствовали более полному чувству сытости И даже более, доказательства конфликтуют с тем, как количество приемов пищи воздействует на гормоны голода Подводя итог, результаты исследований очень двусмысленны и очень сильно зависят от индивидуальных факторов Другой довод в пользу более частого питания состоит в том, что более частое питание имеет более дружелюбный эффект по отношению к инсулину Согласно гипотез, большие и редкие приемы пищи вызывают волны в уровне сахара в крови, что в итоге приводит к инсулиновым пикам Имея роль гормононакопления, большой уровень инсулина запускает механизм накопления жира в организме Звучит зловеще, но действительность таких утверждений как минимум шаткая Некоторое количество исследований показали, что питаясь более часто, организм производит благоприятный эффект на гомеостазис глюкозы Это неизменно переводится как понижение инсулиновых пиков и снижение значимого уровня инсулина Но возникает переопределяющий вопрос, имеют ли значение все эти находки и доказательства С точки зрения похудения ответ становится таким, не особо Хотя более частые приемы пищи вызывают гораздо меньше инсулиновые пики и меньшее значение инсулина и глюкозы, чем более редкие приемы пищи Нет никакой разницы между исследуемыми группами выкисления жира Проще говоря, обе группы с разными режимами питания показали одинаковый результат в количестве сжигаемого жира Из-за четко контролируемой методологии Исследователи применили перекрестный дизайн, когда на обеих группах исследуемых применялись обе диеты и абсолютно те же типы и объемы еды Более того, исследуемые были здоровыми взрослыми, без лишнего веса и так далее Более релевантными по отношению к тем, кто регулярно тренируется Наиболее важный аспект для тех, кто фокусируется на инсулиновых эффектах для похудения Вы смотрите не туда Ваш враг – избыток калорий, а не инсулин Анализируя эффекты частого приема пищи, может привести к таким интересным выводам, как Так или иначе, в конечном счете, значение имеет лишь одна вещь Улучшает ли более частое питание рекомпозицию тела И здесь вещи выглядят намного запутанными Исследования, довольно часто цитируемые сторонниками более частого питания Ссылаются на боксеров соревновательного уровня Помещенных на 2 недели 1200 калорийную диету Одна группа принимала дневную норму калорий за 2 приема пищи Другая группа делила этот рацион на 6 приемов В конце исследования группа с 6 приемами пищи показала лучшие показатели в сухой массе тела При одинаковом изменении общей массы тела Хотя результаты и интригуют Следует отметить, что период испытаний был очень коротким И были бы показатели такими же при более длительном тестировании Это не более чем спекуляция Более того, урезание дневной нормы белков до 60 грамм в день Это норма очень и очень далека от дневной нормы для выступающих атлетов Которые требуются для предотвращения мышечного катаболизма Такие ограничения во времени и количестве белка Накладывают серьезные ограничения на правдивость выводов Недавние исследования, проведенные Арсиеру Кажется, выражают большую поддержку теории более частого питания Вкратце исследователи применили довольно запутанную схему исследований В которой две группы исследуемых принимали высокобелковую диету 35% от всех калорий В течение примерно двух месяцев Обе группы показали примерно одинаковый уровень потери жира 2,5 кг при трехразовом питании Против 2,7 кг при шестиразовом Не о чем волноваться Так или иначе, группа, которая питалась 6 раз в день Набрала 0,6 кг сухой мышечной массы тела В то время, как группа, питавшаяся 3 раза в день Сбросила 0,9 кг сухой массы Общая разница составила порядка 1,5 кг Действительно, не шутка Однако же, необходимо добавить ложку дегтя в результаты Дело в том, что исследуемые были женщинами с лишним весом Которые не имели никакой физической активности Вряд ли такие же результаты исследования будут показаны серьезно Тренирующимися лифтерами Более того, это выглядит забавно Что частота питания имеет влияние на увеличение сухой массы тела Принимаем во внимание, что анаболический эффект от приема протеина может длиться до 6 часов Это лишь увеличивает сомнения в правдивости измерений в рекомпозиции тела для данного исследования В противовес выше приведенным исследованиям, другие исследования показывают, что для рекомпозиции тела нет никаких плюсов от более частого питания В действительности, хорошо контролируемое исследование, основанное на перекрестном дизайне, проведенное Стоутом, доказало, что группа взрослых людей с нормальным весом теряет больше жира при одном приеме пищи в день, чем при трехразовом питании, сохраняя тот же уровень калорий Какие выводы мы можем сделать из исследований, посвященных частоте питания? Утверждение, что частые приемы пищи разжигают метаболическую печь, очень сильно переоценены В лучшем случае, результаты исследований довольно противоречивы и оставляют больше вопросов, чем дают ответов Есть некоторые доказательства, что более частое питание малыми порциями оказывает положительное влияние на увеличение синтеза белков Но эти результаты были показаны лишь при очень малой дневной норме потребления белка, ниже нормам мышечного катаболизма Очень сомнительно, что подобные исследования покажут аналогичные результаты при рекомендованном уровне потребления белка для тренирующихся тех же лифтеров 1,6 грамма белка на килограмм массы тела Если вы бодибилдер, ищущий возможность выиграть соревнования, то даже маленькая разница в рекомпозиции тела может привести к выигрышу или проигрышу на соревнованиях Значит, ваша цель понизить как можно больше процент жира в организме, сохраняя мышечную массу В этом случае для вас наилучшей стратегией будут эксперименты с количеством приемов пищи, чтобы увидеть, какая стратегия наилучшим образом подходит для вас Индивидуальные вариации всегда приводят к наилучшим результатам Выбирайте такое количество приемов пищи, которое наилучшим образом вписывается в ваш распорядок дня и в ваш стиль жизни Если вам нравится упорядочивание питания через большее количество приемов пищи, следуйте этому С другой стороны, если вы предпочитаете несколько больших приемов пищи, это жизнеспособная опция Лишь будьте последовательны в своем выборе Есть доказательства, что нерегулярное питание оказывает негативное влияние на функции метаболизма Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok